У людей до сих пор есть мнение, что соболь, лиса, белка, это все как свойства ресниц. На самом деле, столько лет уже прошло, что реснички уже далеко не единичные и даже не пучковые, а ленточные. Но до сих пор люди говорят, сделай мне соболя. Соболь, лиса, белка, это было подразделение толщины ресниц. Толщины. Соболь были самые жирные, 0,20-0,25 толщиной. То есть это такая прям арматурная леска, которая очень колола глаза. Я как раз однажды себе наращивала ресницы именно такими. То есть когда еще только технологии были несовершенны, клей был несовершенный. Выбора особо у мастеров-то и не было, так как эта бьюти-сфера была абсолютно новой. И у людей до сих пор остается впечатление, что все вот эти названия белка, лиса, это не моделирование взгляда, а именно качество ресниц. Все они акриловые, не из белки, не из соболей, не даже не из куньих волос. А все они идут из акрила. Где-то более дорогого, где-то более дешевого. Все зависит от технологии, все нужно читать предварительно. А в данности, в современном поколении ресниц, белкой называется модель ресниц. Лиса это модель ресниц, то есть раздвигаются глазки. Кукла это модель ресниц, она более круглые глаза, узенькие глазки она делает более круглыми, чтобы они вообще с лисой вот так не упали вниз. То есть это называется моделирование. За счет моделирования можно сделать запросто взгляд более свежим и молодым. Особенно те, у кого вот нависающие века, лиса, ну вообще никак не кошмарит. Просто очень хорошо сглаживает, тяжесть века убирается. Потому что бывают такие моменты, когда видишь человека, и вроде бы качество работы хорошее, но эта модель человеку не идет. Это ощущение, как будто она рязанская опойка. Глаз такой надутый, кажется, тяжелый, прямо утяжеленый. Да еще, допустим, изгиб не подходит, то есть половина глаза съедает изгибом. Изгибы тоже вещь такая, которая в моделировании очень большую роль играет. К примеру, изгиб L. Очень многие просят, но он не всем идет. Вообще, изгиб L придумали для азиатов, так как у них плоская века. У нас более кругленькая века, а у азиатов оно плоское. И вот этот круглый изгиб D, забудучи своей круглости, азиатам просто вот так-то врезалось в плоское веко. Поэтому для них придумали изгиб L. Но он сейчас очень мега популярен. Многие его не заказывают, просто потому что про его существование не знают. Или не могут на других людях распознать, что это именно изгиб L. Приходят наращивать реснички и говорят, мне надо как у нее. У кого у нее? Ну у нее там вот это, и по фотографии только мастер может распознать, что это за изгиб. Вот такие пироги с котятами. Продолжение следует...